Добрый вечер! На НТС «Итоги недели» в студии Мирджан Балабаев. Журналисты вашего канала, как всегда, расскажут вам о событиях, определивших настроение уходящей недели. Сегодня в нашем выпуске. Пять человек погибли, 15 тысяч жителей остались без воды. Проливной дождь и последовавший за ним селевой поток разрушил дороги, мосты и водопровод в городе Кадамджай. Недопустимые высказывания члена правительства Казахстана. Его личное мнение или неофициальная политика? Наши дипломаты выразили протест. Заместитель казахстанского министра как бы извинился вместо своего шефа. Занимая только пост, государственный пост, нельзя допускать такие высказывания. Кыргызстан как новая промышленная зона Китая. Пекин заинтересовался простаивающими предприятиями нашей страны и готов их реанимировать. Где-то 60-70% должны работать наши граждане, наши специалисты. 17 олимпийских путевок. Число наших спортсменов, которые могут поехать в бразильский Рио, может еще увеличиться. Ожидания и проблемы наших олимпийцев. Мы знаем, как финансируется по остаточному принципу. И особенно зимой, поздней осенью уже приостанавливается и на подготовку не хватает денег. Подробнее обо всем этом после краткого обзора основных новостей минувшей недели. Понедельник. Крупный пожар произошел в Джалабадской области. Сгорел центральный рынок базар Кургонского района. По данным МЧС, пламя охватило примерно 70% всего рынка. О жертвах и пострадавших не сообщается. Выясняются причины пожара. В Турции открылся всемирный гуманитарный саммит, где принял участие президент страны. В Стамбуле Алмазбек Атамбаев принял участие в сессии глав государства. Также встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего крыгско-германского сотрудничества. Вторник. Завершился очередной судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева и экс-депутата Хаджимурата Коркмазова. Бишкекский межрайонный суд оставил в силе первый вердикт. Адвокаты подсудимых заявили, что вердикт будет опротестован вышестоящей инстанцией. Городской суд Бишкека удовлетворил первый иск госэкотехинспекции против компании Кумтор. Адвокаты Кумтора заявили, что будут обжаловать этот вердикт. Первые судебные слушания по его иску намечены на 30 мая. Среда. Министр культуры Казахстана принес извинения за свои слова про бесперспективность развития Кыргызстана, которую якобы предсказал писатель Чингиз Айтматов. Как говорится в сообщении, Арестанбек Мухаммед Иулы, рассуждая о творчестве великого классика, хотел лишь обратить внимание на его глубокую философию, но его слова были неверно восприняты. Ваши депутаты Горкинеша выбирали мэра большинством голосов на пост главы Южной столицы, как и ожидалось, был переиспран Атмамат Хадырбаев. Межрайонный суд столицы обязал Кумтор выплатить 6 миллиардов 700 миллионов сомов за ущерб экологии. Ранее Госэкотехинспекция подала 4 иска в отношении золотодобывающей компании. Общая сумма ущерба, по оценке государственных инспекторов, превышает 7 миллиардов. Перед зданием американского посольства в Бишкеке митинговали заемщики, собравшиеся потребовали создать международную комиссию под эгидой ООН, Еврокомиссии и ОБСЕ для рассмотрения их жалоб. Пятница. На очередной запрос консульских служб нашей страны экстрадировать бывшего президента Курманбека Бакива Беларусь ответила отказом. Официальная причина – это то, что он является гражданином Беларуси, а выдачу своих граждан, как было замечено, там не практикуют. Депутаты отклонили поправки в закон, запрещающий брак среди несовершеннолетних. К удивлению авторов документа, законодатели его не поддержали. Как позже выяснилось, одни не поняли, за что голосовали, другие не хотели ввязываться в религиозный вопрос, а третьи просто отсутствовали на заседании. Авторы надеются, что в ближайшее время депутаты, чьи голоса были отданы против законопроекта по ошибке, отзовут свои решения. И в начале выпуска о трагедии в городе Кадамжае. В пятницу в центре одноименного района Баткенской области в результате проливных дождей и града прошел сель. Жертвами наводнения стали пять человек. Поток из воды, грязи и камней высотой в 6-7 метров смыл все на своем пути. Стихия разрушила дороги и мосты, пострадали дома местных жителей. Селевой поток разрушил водопроводную систему города с 15-тысячным населением. Жители Кадамжае остались без питьевой воды. Бурный поток из смеси камней и грязи уносил автомобили. Погибли пять человек, находившиеся в одной из машин. Самому старшему из погибших было 49, младшему всего два года. Малыш погиб вместе со своим 29-летним отцом. К ликвидации последствий разгула стихии привлечены все местные соответствующие службы и специальная техника. В город Кадамжай пострадавшие от наводнения прибыли премьер-министр Суран Баджиенбеков, глава МЧС Кубат Пекбуронов и советник президента Икрам Ельмиянов. Не выбирай место для стойбища, а выбирай соседа. Лучше ближний сосед, чем дальний родственник. Так говорили раньше кочевые кыргызы. Такая вот народная дипломатия была. Кочевники придавали большое значение отношениям со своими соседями. Слова, которые в минувший понедельник сказал министр культуры и спорта Казахстана про кыргызов, может и не имели бы такого резонанса, если бы это был единичный случай. Но, к сожалению, такие публичные заявления на официальном уровне звучат уже не в первый раз. Некоторые политики, журналисты и даже юмористы и каваинщики соседней страны регулярно допускают уничижительные, оскорбительные и предвзятые высказывания в адрес Кыргызстана и нашего народа. «Создается впечатление, что таким образом наш более успешный и благополучный сосед самоутверждается на фоне страны, обделенной нефтью и великими лидерами. Мы искренне рады за наш братский народ, как у нас говорят в Ирюсун. Но пора бы уже остановиться и прекратить некорректные высказывания на всех уровнях. После недавнего заявления члена правительства Казахстана МИД нашей страны передал посольству соседнего государства официальную ноту протеста. Наши дипломаты обратили внимание казахстанской стороны на участившиеся в последнее время факты тенденциозных высказываний в отношении Кыргызстана, в том числе транслирующихся с государственных каналов Казахстана. Если отойти от корректных дипломатических формулировок, казахстанская официальная пресса уже который год пытается делать из нашей страны пугало, страшилку для своих граждан. Оскорблять целую страну народ это уже недопустимое высокомерие. А казахстанским министрам следовало бы перечитать назидание великого Абая, чем не к месту приводить в пример произведение Чингиза Айтматова. Поводом для бурной реакции общественности двух стран стали рассуждения казахстанского чиновника о молодых кыргызстанках, которые по его словам вынуждены мыть общественные туалеты в России. Вспоминая произведение Чингиза Айтматова, Артанбек Мухаммеды Улы отметил, что писатель оказался пророком, предвидевшим печальное будущее своего народа. Скандальное заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, какие книги предпочитает. В своих рассуждениях о литературе углубился в вопросы политические, с чего вдруг чиновника понесло в риторику в отношении с Кыргызстаном, непонятно. Когда сейчас перечитываешь, белый пароход, это, конечно, мурашки бегают по коже. Когда Чингиза Айтмат, наверное, он не только великий писатель, и пророк он предвидел, к сожалению, куда идет его страна, его нация. И действительно, те, к сожалению, которые происходят, негативные события, которые есть в Кыргызстане, он уже тогда, в 40-е, 50-е годы уже ощущал и смог написать. То есть он хотел предострить свой народ, чтобы они не делали такие безумные шаги. Очень жалко, когда прилетаешь в Москву и в другие города, когда общественный туалет убирает юные девчата, наши соседи. Это, конечно, задевает твои человеческие чувства. Заявление, которое теперь отразится, если не на карьере, то уж точно на репутации министра культуры Казахстана Растанбека Мухаммеди Улы чиновник сделал во время своего отчета. Реакция кыргызстанской общественности последовала незамедлительно. Деятели культуры предложили даже объявить министра персоной нон-грата. Литераторы и журналисты уверены, что вовсе не о нынешнем положении дел в Кыргызстане писал Айтматов. Айтматов говорил о глобальных проблемах. Он как раз и призывал очищаться от такого мусора, каковым является это заявление министра культуры Казахстана. Суменкул Чукморов, когда лежал в больнице в Москве, он часто видел во дворе дворников. И он говорил, что с радостью стал бы дворником, если бы это вернуло ему здоровье. Я считаю, что в том, что наши граждане работают в туалетах, нет ничего плохого. А делать надменные заявления с жалостью и пренебрежением, отзываясь о братских народах, как минимум некорректно, считают представители интеллигенции. Естественно, это оскорбительно. Оскорбительно. Казахи и Кыргызстане, тем более чиновники такого масштаба, никогда не позволяли друг другу такие оскорбительные высказывания. Это негативные высказывания. Тем более, занимая только пост, государственный пост, нельзя допускать такие высказывания. Я думаю, что республика Казахстан примет соответствующие выводы. И я знаю, что на днях попросили извинения, но занимая такой пост, тем более такой пост министра культуры, это не соответствует такому рангу человеку. Эти заявления сразу же вызвали серьезную негативную реакцию не только в нашей стране, но и в самом Казахстане. Граждане соседней страны также считают, что не к лицу министру культуры делать подобного рода заявления. А наши мигранты в России в качестве ответа чиновнику даже выпустили специально созданный видеоролик и распространили его в социальных сетях. Мадония министру Арстанбек мырзаға айтарым. Менің бұл көрініш жаманымез. Біз ақниет өзменің ғудаға шүгір ақсырай салғанбыз. Ошуны бүтірөлі деп келген біз. Анынген арбір мамлекеттің жараны өзінің қалосы менен, өзінің мұқтардығы менен Масқва шарында гөлі елдер жүрет. Ошылыр қатарылы бізді деп жүрдер демгектерін жатауыз. Ербол ахметов. которому она была официально передана. Оскорбительный и невзвешенный тон высказываний Мухаммедиулы в отношении Кыргызской республики, которые вызвали негативный отклик широкой общественности Кыргызстана, в целом не соответствует союзническому духу кыргызско-казахстанских взаимоотношений. Кроме этого, МИД страны обратил внимание казахстанской стороны на участившиеся в последнее время факты тенденциозных высказываний в отношении Кыргызстана, в том числе транслирующиеся с государственных каналов Казахстана. Заявление министра Арстанбека Мухаммедиулы недовольны и в Казахстане. Сразу после того, как слова чиновника опубликовали в интернете, социальные сети заполнили комментарии жителей соседнего государства. Казахстанцы извиняются за своего нерадивого чиновника и призывают его больше думать о проблемах Казахстана, чем о кыргызских мигрантах. Честным трудом зарабатывают. Очень удивлена высказыванием министра. Я тоже убиралась в туалете, когда безработная осталась одна с ребенком на руках. И ничего, выжили. Прошли трудности. А что тут такого? Главное, что есть работа, и они работают. Не все ведь могут министрами стать. Я живу в Европе много. Здесь даже хозяева заведения сами все делают. Даже и в туалетах убираются. А у нас наш менталитет не позволяет. Если человек убирает туалет, значит он заслуживает жалости. Любой труд заслуживает уважения. Вот вам и министр. Тешит наше эго. Кыргызы зато за эти годы приспособились и еще многое смогут показать на деле. И не только они. Странное и неуместное сравнение. Можно подумать, что в Казахстане казахи не убирают туалеты. Любой труд почетен. Связаться с самим министром Мухаммеди Улы редакции нашего телеканала не удалось. Телефоны его ведомства не отвечали. В пресс-службу вежливо ответили, что перезвонят. Не последовала реакция и от председателя правительства Карима Масимова. Однако уже через пару дней министр культуры Казахстана сам принес извинения за свои слова. Как говорится в сообщении, Арстанбек Мухаммеди Улы, рассуждая о творчестве великого классика, хотел лишь обратить внимание на его глубокую философию, но его слова были неверно восприняты. Мы уверены, что кыргызский народ, имеющий колоссальную и яркую историю и культуру, взрастивший такие таланты, как Туламуша Кеев, Соймон Кулчок-Моров, ожидает великое историческое будущее и экономическое благополучие. Мы, и казахстанцы, и кыргызстанцы, всегда должны помнить слова наших мыслителей и вместе идти путем эволюционного развития. Мы еще раз заверяем, что министр Арстанбек Мухаммеди Улы неизменно с большим уважением относится к кыргызскому народу, и в его словах не было намерения кого-либо обидеть. Министр приносит искренние извинения за то, что его слова были неверно восприняты. Как сообщили к концу недели ряд информагентств, в настоящее время Астана готовит ответ к иргызской стране. Он будет основываться на комментариях уже данных министром культуры Казахстана. При этом о содержании переписки между внешнеполитическими ведомствами ничего не сообщается. В пресс-службе нашего МИДа отказываются от каких-либо комментариев по этому поводу. У нас Ачгитов Мирлан Айталы, Ирлан Кемельбеков, НТС. Итоги недели. Китай готов взяться за оживление производства на 42 простаивающих предприятиях Кыргызстана. Министерство экономики подтвердило, что переговоры по этому поводу уже идут. В Поднебесной уже наблюдается переизбыток производства. Государство, численность населения которого приближается уже к полутора миллиардам человек, заинтересовано в освоении промышленных объектов соседних стран. Между тем, почти все заводы и фабрики в Кыргызстане уже находятся в частной собственности. Большинство из них простаивает или вовсе разобраны по кирпичику. Не действуют и многие государственные предприятия. С передачей китайцам объектов, принадлежащих правительству, возможно, проблем не будет. Переговоры же с приватизированными предприятиями, скорее всего, могут затянуться. И это только организационная сторона вопроса. А главное, какое производство намерен разместить у нас Китай. На сегодня из крупных проектов Поднебесной в Кыргызстане действует Карабалтинский нефтеперерабатывающий завод. Предприятия регулярно сотрясают скандалы, связанные с экологией, финансовой деятельностью и кадровой политикой. Что будет, если теперь Китай возьмется за освоение четырех десятков промышленных объектов? Опять же встает вопрос об экологичности производства. Навряд ли они собираются размещать у нас высокотехнологичные предприятия. Во-вторых, кто будет работать на этих заводах? Пекин всегда дает гранты и кредиты с условием, что его средства должны осваиваться только китайскими компаниями. Следуя этой логике, можно предположить, что на все 40 предприятий, которые они будут организовывать у нас, будут привлекать в основном только китайских рабочих и специалистов. А это уже десятки тысяч человек. На встрече двух министров иностранных дел была отмечена положительная динамика развития отношений сторон и отсутствие барьеров для сотрудничества. Китайская сторона выразила готовность оказать поддержку почти по всем отраслям. В частности, Поднебесная заинтересована в перемещении в Кыргызстан 40 промышленных предприятий. Многие эксперты поддерживают такую инициативу, но тут же добавляют, необходимо подойти к этому вопросу с тщательным расчетом. Я думаю, что при экономике необходимо создать обязательно какой-то деловой совет, отбор этих предприятий. Я так еще раз хочу подчеркнуть, наша экология, наше природное богатство, природа сегодня, я думаю, что на первое место надо ставить. В первую очередь, отмечают специалисты, стоит провести тщательный анализ собственного рынка, его потребностей и только потом выставить наши условия. Какая экологическая ситуация в Китае. Вы это прекрасно знаете. Сегодня наши китайцы приезжают сюда чуть ли не нашим воздухом, а не как будто такой воздух давно. Потому что рост экономики, естественно, влияет на природно-климатические условия, на развитие экологии. Оно вред экологии приносит. В настоящее время Кыргызстан экспортирует в Китай металлолом и кожу в качестве сырья, которая проходит переработку и поступает обратно к нам, уже в виде готовой продукции. Новый проект призван облегчить эту процедуру и изготавливать продукцию уже в Кыргызстане. Такой, допустим, Малайзийская долина есть в районе. Один такой завод, где золото вырабатывают, и китайцы его осваивают так, как будто это их на их земле. То есть все золото, которое выпускают, прибыль они получают себе, оказывают только социальную помощь. Там дорогу ремонт делают, клуб может ремонт делать, где-то школу что-то добавлять, все. Ну, может быть, рабочие там, часто китайцы, часто китайцы вот так работают, а все золото без прибыли все уходит. Вот здесь должны быть исповедь. Идея Атамбаева, что 50 на 50, которая была по культуре сказана, она должна быть воплощена и здесь. Вот наша инвестиция, это наша земля, наша, допустим, продукция, наше сырье, наши люди, рабочие силы. Это наша инвестиция. Ваша инвестиция, вот то, чтобы построить вот этот завод. А прибыль делим на 50 на 50. Вот в таком принципах надо и работать, и это даст эффект. И будет заинтересован и Китай, и их русская сторона. Приоритетные отрасли экономики страны пока еще до конца не определены. На сегодня есть программа развития только текстильного и швейного производства. В таких условиях уместным будет сказать, что прежде чем планировать привлечение зарубежных инвестиций, нам необходимо определить сферы экономики, на развитие которых будет акцентировано особое внимание. Что предлагает наша сторона, наше правительство? Они говорят, приходите. Вопрос, куда и что будем развивать? Нужна какая-то идея, которая бы осплотила весь наш потенциал для того, чтобы мы могли реализовать. И под это дело уже привлекать инвесторов, создавая преференции с точки зрения экономических показателей. То есть для тех инвесторов, которые будут вкладывать в ту отрасль, которую мы собираемся развивать, будут некие преференции. Уменьшение налогового времени, упрощение процедуры и так далее. Есть у нас такая программа, есть у нашего министерства экономики, которые этим даже занимаются четкой видением того, что нужно сделать, чтобы эти отрасли стали привлекательными. У нас даже понятия нет, какие отрасли. В министерстве экономики уверяют, что в случае, если проект заработает в полную силу, то от этого польза будет обеим сторонам. Для Кыргызстана первоочередной задачей является повышение экспортного потенциала. Ради достижения поставленной цели китайцам предоставляется право проводить собственный анализ рынка и решить самим, что производить на том или ином предприятии. Если они лучше найдут там, да, тогда они, потому что они выкупят же завод, правильно, поэтому они сами будут знать, какую продукцию будут выпускать. Если она ориентирована, допустим, на экспорт, и мы будем сахар, тогда это с удовольствием, конечно, можно было бы. В правительстве заявляют о том, что у Кыргызстана нет планов увеличения импорта, главное экспорт. Это и послужило поводом привлечения к нам китайских производственных компаний для последующего вывода их продукции на рынки Казахстана и России. Чтобы не повторились случаи, подобные недавнему запрету со стороны соседнего государства на импорт нашей картошки, товары китайских предприятий, произведенные у нас, должны соответствовать требованиям ИАЭС. Есть, конечно, стандарты есть. У нас есть лаборатория, которая аккредитована, что где-то уже 23 лаборатории, которые находятся в Кыргызстане, и они получили аккредитацию, да, и наша продукция должна соответствовать нормам ИАЭС. Даже при соблюдении соответствующих норм ИАЭС на данный момент нет гарантии, что страны-участницы сообщества не откажутся от импорта нашей будущей продукции. И в таких случаях интересы Кыргызстана в Союзе вряд ли будут защищены на должном уровне. Мы там самые младшие партнеры. И с нами очень мало считается, к сожалению. К сожалению, еще что те люди, которые представляют нашу страну, очень мало понимают, чего хотят. И интересы наших предпринимателей плохо защищают, мягко говоря. 25 мая министр экономики Арзебеку Джошев также говорил про экспортный потенциал Кыргызстана. Он признался, что правительство не создает необходимых условий для местных экспортеров. По его словам, из 42 промышленных объектов, которые планируют передать китайской стороне, 90% являются частными. И что они находятся весьма в плачевном состоянии. В ответ эксперты заявляют, что у Кабмина нет никаких прав так вольно распоряжаться частной собственностью. Никаким образом, никакой госорган не имеет права, значит, только на основании того, что какой-то объект приватизированный является убыточным, неэффективным. Это не их дело, не их сфера. Допустим, там хоть камня на камне не останется. Главное, чтобы это не представляло угрозу общественной безопасности. Угроза национальной безопасности может возникнуть в будущем, если сейчас не сделать правильные расчеты. Очевидно, что вовлекаясь в этот проект, республика может оказаться в еще большей финансовой и торговой зависимости от Пекина. На сегодня Китай уже является одним из крупнейших кредиторов Кыргызстана. В плане выплаты кредитов и так далее, конечно, это тоже факт, который заставляет задуматься. Потому что за потерей фактического суверенитета может встать вопрос о потере юридического. На сегодня у нас уже зарегистрировано около 160 тысяч иностранцев, которые получили вид на жительство в Кыргызстане. И подавляющее большинство из них – китайцы. Согласно информации, за пакет документов, разрешающий жить на территории нашей страны без каких-либо препятствий, некоторые выходцы из Поднебесной заплатили по 5 тысяч американских долларов. Сколько их еще прибудет в процессе реализации проекта – неизвестно. В Министерстве экономики уверяют, что большинство будущих вакансий выделят только для граждан Кыргызстана. Вот так же оно должно быть. Где-то 60-70% должны работать наши граждане, наши специалисты. Доктор экономических наук Кубан Ачбек Единов в целом поддерживает идею реализации проекта. Он считает, что это один из редких шансов для возрождения нашей промышленности. При этом экономист уверен, для прибывших на работу китайским рабочим необходимо вводить специальный закон, который бы запрещал им заниматься параллельно другой деятельностью. А также выдавать им визные визы только на определенный срок, по истечению которого отправлять их на родину, заполняя освободившиеся рабочие места новым составом сотрудников из того же Китая. Чтобы сохранить нацию Кыргызов и Кыргызская республика в целом как государство. Пока что проект о передаче 42 предприятий Китаю на стадии обсуждения. Кыргызская сторона подняла инициативу, продемонстрировала производственные объекты. Соседи взяли время для размышлений, при этом выразив крайнюю заинтересованность. В нашей стране практически все эксперты поддерживают эту идею. Отмечаю, что государство здесь должно выступать в роли посредника и создать необходимую законодательную базу. А дальше предприниматели обеих стран должны договориться о взаимовыгодных условиях бизнес-партнерства. Мирлан Айтал и Ирлан Кемельбеков. НТС. Итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После российских атлетов они коснулись и наших спортсменов. Борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Азии Дианарбек Кендеев, лишился уже завоеванной лицензии на Олимпиаду. На сегодня у кыргызстанских атлетов имеется 17 путевок в Рио. Перед тем, как говорить о том, какие надежды на них возлагает страна, следует задаться вопросом, а что для них сделало государство? В каких условиях приходится готовиться нашим олимпийцам? Большой спорт – это еще и большие деньги, которые нужно вложить в атлетов. Объясняя неудачи нашей сборной на последних азиатских играх, один из спортивных чиновников отметил, что только Федерации дзюдо, одной из соседних стран, выделяется больше денег, чем у нас на весь спорт. Недостаточное финансирование – это только часть проблемы. До этого не раз возникали скандалы, связанные с включением в состав олимпийских делегаций лиц, не имеющих никакого отношения к спорту. В то время как из-за нехватки средств большинство спортсменов вынуждены были ехать на олимпиаду без своих тренеров. Есть большая проблема с медицинским обслуживанием нашей сборной. На сегодня в стране остался всего один спортивный врач. В какой форме находится кыргызстанский спорт накануне очередной олимпиады, расскажет Алексей Немашкал. На сегодняшний день кыргызстанские спортсмены завоевали 17 лицензий на предстоящие летние Олимпийские игры, которые пройдут с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 10 тысяч спортсменов из 206 стран мира. Количество лицензий может увеличиться. Еще предстоят лицензионные турниры по боксу, пулевой стрельбе и стрельбе из лука. По признанию спортивных чиновников, изначально наша страна рассчитывала завоевать около 12 путевок. Однако уже сейчас понятно, результаты превзошли все ожидания. За 65 дней до начала Олимпийских игр в Национальном олимпийском комитете кипит работа. В большинстве своем она бумажна. Функции ног в основном представительского характера. Процесс аккредитации участников, организация поездки удобным маршрутом. В общем, все рассчитано для того, чтобы спортсмены чувствовали себя максимально комфортно. Составление списка делегаций Кыргызстана и сколько сопровождающих лиц в него попадет, определяет Национальный олимпийский комитет. По заверениям представителей руководства организации, эта прерогатива принадлежит исключительно им. Ни правительство, ни госагентство не имеет права диктовать, кто поедет, как поедет. И есть жесткие утвержденные сетки, по которой мы определяем количество официальной делегации. Поэтому вне этой системы кто-либо может поехать только как турист. Появление какого-либо чиновника в составе официальной делегации недопустимо и не может быть. В свою очередь в государственном агентстве признаются, что со стороны отдельных депутатов парламента регулярно бывали попытки попасть в заветный список олимпийской делегации. Их впоследствии якобы попросили не вмешиваться в процесс. В то же время в агентстве опровергают заявление НОК о том, что решения принимаются исключительно там. Мол, работа при формировании состава ведется совместная. Там свои, оказывается, квоты даются по завоеванию лицензии. Там на команду даются определенные квоты. Поэтому мы совместно с ним решаем, кого везти. Чтобы потом не говорили на нас, что повезли чиновников, повезли тех людей, которые не касаются спорта. Чтобы такого не было, мы совместно решаем. Спортивный журналист Тахир Гафуров освещал Олимпийские игры в Греции в 2004 году. По его признанию, тогда в состав кыргызстанской делегации попадали люди, которые не имели никакого отношения к спорту. Сейчас, говорит, Тахир Гафурова.